Всем привет! Сегодняшний обзор про хлорелу и спирулину в таблетированном виде. Я до этого очень много экспериментировала, покупала хлорелу и спирулину в порошковом виде. И вообще каждый раз, каждая пачка у меня растягивалась там на месяцы, потому что я просто не могла их глотать. Они были такие противные, такие вонючие. И я думала, что это все фигня, каким бы суперфудом он не считался, это не для меня. То есть я не могу заставить свой организм пить вот эту вонючую жижу, куда бы я ни добавляла в соки, в смузи и так далее, он все портил. Но в скором времени на Ахербе я нашла спирулину и хлорелу в таблетированном виде. Видите, как раз таки моей первой покупкой была продукция от компании Sunfood. Затем я нашла от хлорелу в таблетированном виде от компании Earth Circle. И мне они очень нравятся, классные. И я их принимаю в том случае, когда, например, у меня заканчиваются мои мультивитамины. Обычно мультивитамины я беру от компании Garden of Life, Raw One. Здесь 75 таблеток и нужно принимать по одной штуке. Очень хороший сбалансированный состав, но бывает так, что они у меня закончились, и тогда нужно просто чем-то заменить. В связи с тем, что у меня питание не совсем полноценное, и я это понимаю, мне приходится принимать добавки. И в качестве замены таких вот мультивитаминов можно принимать хлорелу и спирулину. Вообще клево, когда есть вот такая вот возможность, здесь спирулина и хлорелла, да, вот эти вот, они здесь, как бы такой комбо, содержится и первое, и второе. Здесь 228 таблеток, я их уже до этого покупала, тоже по 250 мг, как и здесь. Но здесь вот 400 таблеток и только хлорелла. Рекомендованные дозы, например, у Earth Circle Food, здесь рекомендуется принимать по 1 грамму или 4 таблетки за раз. Но на самом деле многие производители рекомендуют принимать в больших объемах, по 3 грамма. Как раз-таки здесь рекомендованная доза, это 12 таблеток, 3 грамма, и в итоге 228 таблеток вот таких вот хватит на 19 дней, если принимать каждый день. И хлорелла, здесь 456 таблеток, здесь 400, это то же самое. Тоже рекомендуется принимать по 12 таблеток, 3 грамма, и вот этой пачке хватит на 38 грамм. Вот, по поводу состава и можно ли им заменить мультивитамины. Я считаю, что можно, если действительно у вас нет хороших, у вас закончились, например, или вы ищете адекватную замену своим мультивитаминам, то да, можно. Но, естественно, здесь неполноценный состав таких витаминов. Здесь содержится витамин А, это 35% от дневной дозы. Здесь 24, если это комбо. То есть только в хлореле содержится 35% от дневной дозы. Витамин С лишь 1% от дневной дозы. В спирулине и хлореле, интересно, но 0%. Когда, например, в мультивитаминах, здесь витамина С 60 мг или 100% от рекомендованной дневной дозы. И учитывайте, что это не синтетические, то есть в любом случае все это не синтетические витамины, добавки, а именно растительного происхождения. И они, естественно, будут усваиваться намного лучше. Вот. Дальше. Витамины вообще очень полезные для женщин. Это витамины группы В. Здесь содержится витамин В1, В2, В3, В1, В2, В3. А еще, если это спирулина, то содержится витамин В12 и витамин В6. Очень круто. По поводу дневных доз. Они очень маленькие. Витамин В1 – 4%, В3 – 4%, В2 – 8%. Но это смешно и практически этого очень мало. Но, например, витамина В12, спирулини и хлореле, то есть, ну, это чисто спирулини уже, витамина В12 – 110%. То есть, если испытываете дефицит витамина В12, можете, особенно вегетарианцы, сыроеды, то можете провести эксперимент, приблизительно 3 месяца принимать спирулину, но не принимать какие-то добавки, не делать уколы витамина В12 и сравнить ваши показатели анализов. То есть, есть улучшения или нет. Витамин В12, он накапливается в печени и его, как бы, запасов хватает на года, то есть, но, тем не менее, эти запасы необходимо поддерживать, чтобы не было такого, что организм лишь использует то, что принимает, да, если витамин В12 содержится только в продуктах животного происхождения, а тут вот какое-то чудо прям содержится витамин В12 спирулини. И здесь, например, у меня витамин В12, так, как метилкобаламин, содержится 12 микрограмм, это 200% от дневной дозы, то есть, вот он есть. По поводу моих анализов В12, я сдавала в прошлом году и сдавала в этом году, содержание витамина В12 у меня немножко снизилось, но оно по-прежнему намного выше нижнего порога нормы. То есть, там еще запасов у меня достаточно много, но, вот смотрите, я все равно принимаю витамин В12, так или иначе, либо это мультивитамины, либо это вот спирулина, хлорелла, и, тем не менее, запасы истощаются. Поэтому, я не знаю дальше, скорее всего, то есть, ну, посмотрю, я не буду допускать того, чтобы этот витамин у меня опускался постоянно, то что-нибудь придумаем. Возможно, это будут уколы или еще что-то. Вот, по поводу магния, то есть, ну, в качестве замены мультивитаминов их надо будет пить пачками, даже 12 штук будет мало, то есть, учитывайте это. Но в качестве просто поддержания, как бы, если у вас полноценное питание, качественное полноценное питание, то, да, 3 граммов в день будет достаточно просто, чтобы обогащать организм дополнительными витаминами. Возможно, которые вы, например, там не съели фрукты, овощи какой-то, не страшно, то вы можете пополнить его при помощи вот таких вот таблеток, при помощи суперфудов и так далее. Вот такой вот обзор. Хотела поделиться тем, что я обычно покупаю и чем я заменяю свои мультивитамины. Если обзор оказался полезным, ставьте пальцы вверх, сомнитируйте. И, надеюсь, этот обзор оказался вам полезен. Если кто-то уже заказывал данную продукцию от Earth Circle Foods, либо от SunFood, то вы можете оставить отзыв на сайте. Ссылку к данным объектам я оставлю в описании. И все авторы, которые пишут отзывы на нашем сайте, они зарабатывают реальные деньги, которые в дальнейшем выводят либо на свой номер телефона, либо на кошельки WebMoney. Всем пока и до новых встреч!